приветствую всех на моем канале по крем сегодня 6 февраля и я хочу с вами поделиться информацией как я искал или куда я уже купил билет собираюсь уже последние две недели планировал ехать в португалию южную вот город фару куда я хочу лететь там аэропорт и я смотрел соседние аэропорта как франкфурт-ган сам франкфурт штутгард канцру это южная часть германии в google там задаешь например и ищу полет в такую-то страну и он начинает предлагать через вот такие вот компании как вот это вот там идеала да ей другая которая сравнивать с другими авиалиниями всякими разными предлагает тебе самый дешевый билет какой-то какой-то там выбрал я хочу примерно две недели улететь это уже те данные которые я уже понял что по ценам они более дешевые потому что уже прошлую всю неделю я уже так немножко цены изучал также советую как минимум две недели хотя две недели уже поздно лучше три недели до отлета начинать покупать билеты потому что вот на той неделе я еще смотрел были цены вот скажем на 13 хорошие дешевые цены и сейчас зашел уже буквально неделю спустя уже нету уже надо выбрать другие билеты или они уже подорожали и компания такая информация еще получил в интернете любая авиакомпания выпускает в каждом как говорится в каждом рейсе пару дешевых билетов чтобы завлечь клиентов это когда на вы например гугли забиваете дешевый полет в такую-то страну в такой-то город то появляется там цена приблизительно как здесь было написано что от 25 евро ты уже можешь попасть в город фару португалии я такой о круто задаешь 25 забиваешь это там все продвигаешься и можно как улице если ты заранее закажешь ты можешь туда и назад 25 при 25 50 евро плюс там налоги может быть добавится еще то будет где-то 60 плюс-минус как раньше не знаю вроде мне кажется я раньше заказывал было с налогами уже сейчас а сейчас пишет без налогов и я такой радуюсь а потом когда начинаешь там уже под концу подбираться там перед оплатой этом раз тебе налоги прибавляют так пока я самый дешевый аэропорт нашел но он от меня лежит 200 километров и я не очень хотел ехать так далеко потому что у меня только мотоцикл а сейчас на улице температура около нуля плюс-минус и мне туда еще рано утром ехать надо здесь travel start . да и здесь тоже она ищет билеты неделю назад здесь были еще дешевые цены утром еще было здесь дешево а сейчас сейчас уже поднялись от цены здесь уже на 100 сейчас уберу на 146 уже поднялись хотя в начале были 120 и это еще без налогов а если налоги еще придут тогда будет вообще дорого хотя мне этот аэропорт понравился потому что это калстур и возле меня 65 километров без проблем доехать это не 200 если бы лето было бы я бы за 200 поехал да и за 300 просто утром холодно костюм не хочу брать кофе с франкфута здесь тоже не дешево вот видим цены 230 240 кочек а начинал смотреть сначала были цены там по по 500 я думаю нифига себе 500 шум фортугалию слетать я за 500 покупал билеты в канаду торонто туда и назад а тут блин 500 и потом больше больше стал углубляться в это и уже вот такие вот цены видел думал за 200 можно полететь а потом случайно мне такой вот окошко выскочила шум уже дешево я узнал и даже можно за 65 уже улететь и прилететь но это без налогов 65 хочу тут страница тоже и вот это вот это уже дорого я уже не стал смотреть вот эта компания rain air которые тоже дешевый она летает два раза в неделю как и вот по датам здесь смотрел сейчас не покажет наверно вот в понедельник и в пятницу они дешевые ранее короче каждая компания летает во свои дни и не со всех аэропортов короче она она в штутгарте и нету и у франкфурте не знаю вот в кассу и на вот такие вот дни летает только так закрываем не надо так и вот это вот я купил тогда франкфурт хан фару нашел билет за 83 тут нажимаю опять я я выбираю хочу его покупать этот билет и тут опять предложение идет я говорю без всяких без всяких как говорится предложений продолжаем дальше продолжаем забивать всякую информацию нашу здесь а тут моя информация билет сбоку здесь задаем а я не хочу дополнительно сумку большой потому что разрешенная сумка вот этот рюкзак или что-то там сумочка какая-то женская 40 20 25 это бесплатная до 8 килограмм ну в разных компаниях разный вес разные размеры а если берешь выше 20 и 55 тогда надо платить 32 у них 3 компании тоже по разному цену или вот 10 килограмм или вот тут вот предлагается внизу другие размеры до 10 килограмм 41 евро некоторых компаниях тоже до 20 килограмм и там бывает до 100 евро поднимается цена здесь нажимаю это я не хочу брать спускаемся дальше здесь я тоже не хочу это брать все отказываемся еще повторно спрашивает уверен ты или нет я говорю не не хочу продвигаемся дальше теперь предлагают сиденья я отказываюсь я отказываюсь один раз потому что каждое сиденье стоит вот самая маленькая цена 21 евро я второй раз отказываюсь не хочу спрашиваться повторно я говорю не хочу я сиденья тоже без сиденья я не останусь и мне дадут свободно какое-то сиденье просто идем дальше без всяких добавок вот тут вот опять предлагают какой-то сервис я отказываюсь от него еще спрашивают короче повторно иногда спрашивает уверен ты не что ты это хочешь тут отказываемся от какой-то тоже сервиса или что тут я не считаю даже просто отказываюсь нет не надо здесь а здесь вот вот автоматический чек-ин тебе ничего не надо делать они сами за тебя делают стоит в одну сторону 6 евро я сам это буду делать здесь sms тоже тебе будет присылать но с этими с данными тоже зачем в каждую сторону по 4 евро опять чек-ин опять вот здесь что-то спрашивается насколько тут всяких вещей спрашивает уже устал клик нажимать дальше давайте быстрее дальше хочу платить уже уже достали меня вот пришло теперь можно выбрать можно выбирать что ты платишь и здесь вот важно сразу посмотреть на суммы что здесь короче налог добавляется с 91 налог 8 евро сервис какой-то скидка мастер-карт тоже минус 4 евро в общем 16 евро и получается 8 евро платить будешь так как у меня мастер-карт нету есть такая виза виза скидку не делает это только на мастер-карт почему-то я выбирал скажем paypal и уже переходишь на вот и поверьте будешь платить там будет тебе стоит 99 евро но я купил в другом месте поэтому я заплатил 91 евро туда и назад чтобы в портигалию слетать на 2 на 2 2 недели если раньше заказал бы чтобы может быть даже и за 70 получилось было лететь про путь до аэропорта у меня вокруг находится несколько аэропортов но вот самый близкий это штутгарт или к срую но самом к сруне это аэропорта но на земле к сруи находится аэропорт в баден-баден вот это вот до него мне 65 километров любое время могу доехать туда погода не погода а вот сюда вот в сторону ехать куда мне надо билет купил уже франкфурт ган потому что сам франкфурт вот находится тут тоже аэропорт большой а это аэропорт поменьше и сюда дешевле билеты как я еще узнал один раз я в аэропорту был и спрашивал насчет дешевых цен и все он год если ты берешь большие аэропорты там налоги большие поэтому компании билеты стоит дороже если берешь маленькие аэропорты там налоги поменьше и поэтому билеты дешевле и получается что вот этот сюда вот в этот аэропорт я там никогда еще не был ну съезде посмотрим сюда цены конечно дешевле даже чем в каласра хотя в каласра но в баден-баден там тоже рп достаточно маленькие единственное что 200 километров сейчас зимой ехать на мотоцикле во первых там сейчас 0 градусов мне надо рано утром выезжать и при скорости 90 километров час примерно будет около минус 10 а я еду без костюма просто накидаю несколько пар одежд на себя и поеду почему без костюмом потому что в аэропорту если закрывать костюм в шкафчик стоит денег за две недели там накапает спокойно 50 евро плюс-минус почему на мотоцикле потому что если на машине мне если бы поехал там одна неделя может стоить 65 евро это я смотрю во франкфурте а две недели сразу 130 евро это слишком большая сумма чтоб не кто-то отвез скажем если сестра мне повезет туда и назад ей 400 километров потом меня еще забирать еще раз 400 километров это 800 километров я так примерно посчитал не надо будет ей на бензин отдать 100 евро тоже как говорится не выход здесь вот выход ехать на своем мотоцикле потому что мотоцикл можешь в аэропортах ставить бесплатно там где велосипеды и ну шлем я оставляю его пристегиваю там к мотоциклу и как говорится конечно могут тоже ремешок обрезать и украсть но как говорится терпимо костюм что-то я не хочу рисковать это привязывать его там как-то к мотоциклу могут ну своровать поэтому поеду без костюма чтобы можно конечно в самолет собой взять как одежда но я вы просто миша таскаться с ним везде тоже не выход короче лучше потерплю 200 километров ехать это примерно скажем два с половиной часа может быть три часа но я рассчитаю три часа чтобы раньше выехать потому что билет у меня на 10 часов теперь я вам покажу как арендовать машину дешево за границей как я это примерно делаю я задаю google но тут по немецки еще потому что мы находимся в европе и везде немцы путешествуют поэтому можно на немецкий но также английский можно попробовать я написал дешево арендовать машину португалии появляются вот такие вот странички которые можно открыть и которые предлагаются это вот думаю страницы которые сверяют с другими компаниями я их проверял но цены мне там не понравились они завышены поэтому я вот уже пару раз проверял в этой компании в ней более дешевые вот она запомнила мои уже данные которые задавал лиссабон задал две недели отпуска и начинаем решать сейчас она покажет сколько компаний на вот сверила вот тут вот слева видим кучу всяких компаний которых она выбрала язык можно здесь так вот поменять тоже английский немецкий какие-то еще там европейские страны я так думаю эта компания работает вот эта страница работает по европе арендовать машины вот начинается самая дешевенькая машина в день стоит вот здесь написано на 14 дней стоит скажем среднем 40 евро в день почти 3 евро стоит такая машина такая мне машина маленькая потому что я хочу путешествовать и спать машине поэтому берем побольше машину сейчас он быстро подрешает мне и покажет мне самую дешевенькую машину вот например киа самая дешевая также на две недели за 92 евро получается в день 7 евро хорошая цена ничего не скажешь то фиат есть за 102 рена ульт вот ополь 104 дешево но я в лиссабон не прилетаю я прилетаю в фару в лиссабоне дешевле потому что я думаю что там конкуренция большая поэтому дешевле и также задавать надо все время аэропорт не сам город в аэропорту почему-то цены дешевле на машины чем самом городе не знаю почему так делается может то что в аэропорту также большая конкуренция на 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 машины арендовать также здесь показывается самая дешевая опыль которая мне нужна большая на 14 дней уже 180 евро получается в день 13 евро это в два раза дороже да и так я приезжаю фару я купил билет за 90 евро фару и прямой повезло еще в лиссабоне тоже смотрел билеты потому что там дешево машину арендовать хотел лиссабон полететь но туда тяжело было найти прямой но я все-таки через франкфурт тоже нашел один прямой и стоило 180 190 евро где-то так вот получается если на самолете сэкономил здесь на фару то я на машину больше потратил и также наоборот если я в лиссабон прилечу больше потрачу но на машине сэкономлю среднем это выходит уравнивается среднем и получается неважно куда ты прилетел это уравнивается примерно смотря по какой цене ты купил свой первый билет на самолет теперь я хочу например вот эту машину сейчас арендовать за 180 на две недели открывается след следующее окошко с какого до какого в каком аэропорту машина находится за аэропортом можно пешком пройти здесь недалеко или также присутствует может быть это шаттл может довести иногда они предлагают что у них есть свой там шаттл могут довести короче вот полная цена а вот страховка когда скажем если машина повредишь то вы должны максимально вот 2000 там заплатить даже машину полностью если убьете в пропасть скинете то вот 2000 мы просто заплатите и все или вы просто поцарапайте и можете уже 2000 евро просто потерять сейчас дальше объясню что и как вот полная цена и вот цена которая платить надо позже когда приедешь а сейчас когда заказываешь в плоти что к эту цену внизу описывается что находится в цене уже которого заказали бесплатная ну отказ ну отказ машины но броню брать сразу хорошая цена сельспитали гонка а ушли вот как раз говорится про 2000 евро прочее здесь вроде кажется что они говорят но мне кажется она только действует когда прикупишь вы дополнительную страховочку короче этот пункт не совсем как-то совпадает здесь просто завлекуха такая если купишь то она действует неограниченные километры бесплатное изменение как говорится если хочешь дни изменить страховка против угона или повреждения также кредиткой не будут некие дополнительные оплаты составляться налоги уже находится в цене и тут вот написано что если покупаешь вот эту страховку здесь у них дополнительная скидка 10 10 процентов очень эта страховка касается как раз вот этих вот если что случится то скажем максимально будешь платить и 2000 евро тут вот написано ты если отказываешься платить вот платишь только за машину 180 и отказываешься покупать эту страховку то максимальное повреждение там она будет тебе все равно стоит 2000 даже если минимальное повреждение будете стоить 2000 здесь написать написывается пишется что не будет возвращаться тебя эти 2000 евро они просто остаются у них и если хочешь там на месте уже прикупить эту страховку она будет уже стоить 168 они как здесь примерно 80 если здесь сразу купишь будет дешевле намного и все а здесь если пишется если покупаешь эту страховку то машина застрахована как фолькаска в общем машина застрахована по минимальной а тут она всегда получишь эти 100 евро получается машина будет полностью застрахована если повреждение будет какое-то то тебе все равно вернут эти 2000 они блокируются на на большую аварию а если просто поцарапается тебе ничего не будет списываться вернуться эти 2000 евро да больше здесь ничего написано вот такая вот информация хотел поделиться важно пока еще не уверен ну конечно разница 180 или 280 конечно на сотню больше не что дороговато для меня это на две недели 300 евро конечно германии машина может такую цену иметь уже на неделю поэтому конечно дешевле не надо подумать потому что у меня тоже один раз так было я машину арендовал и я ездил по бездорожью или там камень ударил в порог и порог загнула но мне повезло что когда я арендовал машину я еще заехал в офис там договариваться и мне человек дал как говорится бесплатно полную страховку сам хозяин дал бесплатную страховку я с ним договорился я вам сказал что я буду в интернете вылаживать рекламу на его компанию если мне все понравится и вот получается он не полную страховку эти 100 евро примерно просто подарил и повреждение было сам хозяин знал а его рабочие не знали когда я в аэропорту машину сдавал они нашли повреждения они говорят ты же арендовал без страховки говорю ну да без страховки я говорю с боссом мы договорились он потом поехал к боссу в бюро в офис там спросил пригнал назад а да да все решено да у тебя была полная страховка поэтому я так думаю что я не буду покупать полную страховку а там на месте уже с человеком с с компанией договариваюсь с хозяином если он хочет со мной поработать как говорится рука одна рука пожимает другую руку все спасибо вот такая вот информация хотел поделиться